А вы знали, что сегодня день в виолончели? Интересно, есть ли среди вас те, кто хотя бы немного владеет этим музыкальным инструментом? Сегодня 29 декабря, два дня до Нового года. Это сильная новость, рубрика Короче, поехали! Вот уж не повезло жителям Березинского района Минской области. Там запретили продажу алкоголя в последний четверг каждого месяца. Запрет будет действовать весь 2022-й. Такое решение приняли местные власти. Власти говорят, это делают для популяризации здорового образа жизни и профилактики алкоголизма. Алкоголь все-таки можно будет купить, но только в местах общепита. Но у меня один вопрос. Почему выбрали именно четверг? Как думаете? В Беларуси рассматривают вопрос выплаты семейного капитала на второго ребенка. Над этим сейчас думают совмине. Таким образом, власти хотят мотивировать беларусов к рождению детей. Ведь многие отодвигают этот вопрос на второй план, предпочитая сначала построить карьеру. К слову, сейчас семейный капитал выплачивается только на третьего ребенка и составляет он без малого 24 тысячи рублей. Короче, все рожать. Ну а как вам такая история? Жительница Барановича дала 8 тысяч рублей, чтобы снять порчу с внука. К женщине в гости повадились ходить две подружки. Они убедили провести обряд, но для этого нужно было достать все деньги, которые находились в доме. А нашли немало, 8 тысяч рублей. Женщины провели ритуал, а затем убедили хозяйку, что 3 тысячи рублей необходимо передать в монастырь. А спустя три дня вернулись и за остальными деньгами. Хозяйка почуяла неладно и позвонила в тот самый монастырь. Но уже там ей посоветовали обратиться в милицию.